Микс Ньюс И на связи со студией у нас гость Евгений Орлов, журналист, литератор, педагог, ведущий портала стихи.лв, организатор международных литературных конкурсов. Женя, привет, ты слышишь нас? Да, доброе утречко. Доброе утречко. Ну мы вообще рассчитывали увидеть Евгения в студии вот рядом с нами и поговорить целый час о важных очень вещах. Но так получилось, что он не смог к нам приехать сегодня. Женя вчера попал в ураган, простудился, и сегодня утром мы перезванивались и приняли совместное коллективное решение, что будем все-таки общаться по телефону, потому что у Жени утром вообще был хриплый голос. Называется «Унесенный ветром». Как сейчас самочувствие? Да, да. Спасибо, не дождетесь. Но главное, температуры нет, а все остальное присутствует. Но мы же люди привычные, мы живем в таком климатическом поясе, так что без насморка, без кашля, без чиха у нас редко бывает что-то. Ну вот, выздоравливай. В день книголюбов повод для беседы с Евгением Орловым у нас книга, которая буквально несколько дней назад вышла из печати. Это такой, как юбилейный повод. Евгению исполнилось на этой неделе, у него был юбилейный день рождения, и к этому юбилейному дня рождения вышла книга. Женя, расскажи немножечко. Мы с Женей на «ты», потому что мы знаем друг друга более 30 лет. Мы с ним коллеги по работе в газете «Советская молодежь». Вместе работали в одном отделе, занимались проблемами образования, школы и вузы. Вот поэтому будем на «ты». Расскажи, Женя, об этой книге. Для начала, как она называется? Ой, это сложный вопрос. Ну, прочитай по слогам. Сейчас я открою, да. Книжка называется «Эй, я, фья, лай, о, кудоль». И, наверное, ну, добрая половина наших слушателей сегодняшних, наверное, сочтет каким-то набором букв, таким ничего не значащим. Но вторая половина, которая следила за событиями природного характера, лет, по-моему, пять, да? Нет, это был 2009 год, извините. 2009? Ой, как быстро. Да, хорошо помню. Да, помнят, что в Исландии разродился вулкан с таким названием, покрыл все небо пеплом, и были остановлены перелеты самолетов. А, авиасомещение. В принципе, это такой, ну, да, это что-то было вот наподобие этой пандемии, да, когда сейчас невозможно там пересекать спокойно границы, а тогда вот вулкан выполнил эту функцию, он эти границы снова создал. Вот, почему я назвал книжку именно так, да, такой вопрос, его задавали мне в социальных сетях. В самой книжке есть объяснение, я, наверное, не буду повторять это объяснение. Просто хочу сказать, что, ну, да, эта книга составлена из трех книжек. Такая толстая получилась книжечка. Она состоит из трех книг. Грамматика слуха, книга стихов. В свое время она была издана в 2005 году благодаря усилиям ректора Балтийской академии Станислава Буки и вышла под эдидой Балтийской академии. Такая тоненькая книжка стихов. В 2010 году вышла еще одна книжка, в нее вошли и грамматика слуха, и тайнопись. Это тоже книжка стихов. Тогда эта книга вышла благодаря большому числу людей. Им интересно рассказывать, рассказывать. Рассказывать? Был такой издательский дом аппетит, если вы помните. Вот мы, кстати, с Женей коллеги и по издательскому дому аппетит. Женя работал в газете «Час», а я и Рита в газете «Суббота». Да, и там, и там. Ну вот, и был издательский дом аппетита, и у издательского дома аппетита, аппетит был такой, мне кажется, очень важный, очень интересный интернет-проект, сайт газета.лв. Мне очень жаль, что этот сайт исчез из сети вместе с аппетитом. Там собирались очень интересные, образованные, начитанные люди, люди, которым было очень интересное, своего рода, была такая культурная, культурная, литературная сеть. Вот передадим привет Виктору Подлубному, который был редактором этого сайта. Да, и он, конечно, очень много сил получил на этот сайт, и создал там прекрасную атмосферу просто. И вот там я немножечко выкладывал свои стихи, и посетители портала решили тоже как-то сброситься, скинуться, и захотели, чтобы я издал книжку. Я ее издал, и многим ее отправил. И еще, да, тогда в издательстве ее принял участие наш замечательный Николай Николаевич Задорнов. Мне не хватало там какое-то количество средств, чтобы сделать необходимый тираж, и он помог просто на раз. Ну, это вообще был уникальный человек, я думаю, что вы о нем не раз вспоминали в своих эфирах. Ну вот, а потом стихи перестали писаться. Такое бывает. Собственно, стихи, там, честно, а как ты пишешь стихи, как ты пишешь, я не знаю, как я их пишу. У каждого, каждый пишет по-своему. Кто-то садится и начинает там бурчать, губнить. У кого-то сперва нарождается какой-то ритм, у кого-то какая-то мысль, которую он хочет зарихмовать. Вот у каждого по-своему. А поскольку у меня это всегда было что-то неконтрольное, безотчетное такое, вот раз пришел и записал, вот, то я как-то прозевал тот момент, когда это перестало приходить. И как тогда возникла третья книга? Да, третья книга, вот она мне как раз, вот, вот, если говорить о том, что бы я хотел, какую обратную связь от читателя, вот, наверное, интересный вопрос, нет? Что вообще хочет автор книги? Нужна ли ему связь читателя? Мне нужна ли ему связь? Зачем вообще ему нужна книга? Ну да, кстати, тоже хороший вопрос, да. Здесь вопросов, на самом деле, больше, чем ответов, да, будет. Я могу сказать одно, что по части стихов, ну вот прямо скажем, меня не очень интересует мнение читателей, да, и если не интересует, то только двумя словами, понравилось, не понравилось, да. Вот, вот, а вот третья книжка, она составлена из такой дневниковой, отчасти иронической прозы, я в кавычках называю это все прозой, потому что я не знаю, что это такое. Но это то, что появлялось у меня в Live Journal, в живом журнале, тоже кирилдами, какими-то запоями иногда появлялось, знаете, как у Олеши было, не дня без строчки, да, вот, у меня тоже было, не дня без строчки в живом журнале. Иногда этих строчек было больше, чем одна, иногда это были небольшие рассказики какие-то, да, вот. И вот это писалось в течение десяти лет, причем это все писалось сразу в окно, мы же сейчас испорчили интернетом. Ну, да, мы, у нас нет времени писать рукой или там набирать там ноутбуки. Нет, ну это кто как привык, тоже дело такое. Ну это кто как привык, да. Ну, я сразу хочу сказать, что это человек, как выяснилось, что я человек иронический. Я когда говорю, выделить, пожалуй, сразу на два. Вот, когда я говорю о других, когда я говорю о себе, я сам для себя понимаю. И, да, мы вот сейчас пишем вот в окно, да, и это наше окно вверх. Ну, в смысле, поясним, сразу на сайт, да. А можно сразу тебя перебить, Жень, а окно на тебя смотрит параллельно? Да, это тоже хороший вопрос. Это тоже хороший вопрос. Ну, в общем, да, если ты маячишь в этом окне, то часть природы законной в лице посетителей интернета тебя, конечно, тоже смотрят. Ну, часть, часть. И вот, да, писалось сразу в это окно. Причем у меня очень мало друзей в живом журнале. Я специально его сделал не под своим именем, там, под непонятным тоже таким набором букв. И запрендал только вот несколько человек, да. Поэтому я мог совершенно спокойно позволить себе писать вот все, что в голову придет. Ну, такая была, это был полет чего-то, полет куда-то, вот. И, вы знаете, как-то в итоге я подумал, а что если вот это все как-то взять и собрать? Вот собрать, что из этого может получиться? И вот тебе мне интересно, а что из этого получилось? Я собрал, книжка называется «Четыре стены». Это стихопроза, там немножко стихи, которые я бы никогда не включил отдельно в сборник, да. Ну, что-то записанное в рифму. Это какое-то размышление о смысле творчества, это какие-то сны, какие-то мысли, что-то такое, безусловно, личные переживания. Вот интересно, вот об этом бы я хотел узнать, интересно или не интересно. Вот, Женя, я, например, я читатель, ты хотел узнать, я могу с тобой поделиться своим мнением и ощущением конкретно о дневниковой части, о твоей стихопрозе. Мне показалось это очень интересно и вот ассоциативно, мне показалось, что это интонационно созвучно со Шкловским письма не о любви. Вот как тебе мое мнение такое? Нет, ну, Шкловский, письма не о любви, зоописьма не о любви, для меня это такая судьбоносная книга, да, и я... Ой, она меня отчасти формировала, и, кстати, вот этот же иронический подход, нет метафорического книга. То есть я не ошиблась, да? Нет, абсолютно не ошиблась, это, ты знаешь, это книга, это проза выше, ну, не всей поэзии, безусловно, да, но это проза равная поэзии, да, это просто изумительная книга. Поэтому если кто-то из наших слушателей никогда с ним не сталкивался, особенно если вы любите вот этот период серебряного века поэзии, начала прошлого века, если вы любите, если вам интересно это время, вот, обязательно, то, вроде по-немецки, да, ну, я говорю, ЗУ, называется, или письма не о любви, или новая Элоиза. Ну, это уникальная книга, аналога нет. Но я не создавал аналога, безусловно, ну, да, и, конечно, это далеко до Шкловского, это далеко до того философского уровня, который в этой книге присутствует, безусловно. Ну, и не только Шкловский, не только Шкловский, отчасти это и Юрий Коваль, который тоже произвел на меня очень сильное впечатление своей прозой, да, такой вот, отчасти легкой и при этом тоже философской, я не претендую, конечно, на философской. Ну, да, ну, вот, если читатель сочтет это интересным, вот, вот тут я буду очень сильно рад, а если у читателя самого появится желание продолжить вот такую дневниковость, стать литератором такого жанра, я не знаю, такого рода литературы, вот, ну, тоже замечательно, если вдохновить кого-то на такого рода литературу. В общем, ты же надо читателем стать писателями. Ну, начать вести дневник, записывать свои мысли, ощущения, может быть, даже сны, да, и из этого, кстати, может получиться какой-то литературный интересный эксперимент. Женя, вот ты ведущий портала стихи.лв, расскажи немножечко, что это за такое явление, где эти стихи там в интернете витают, что там происходит и зачем тебе это нужно? Ну, зачем мне это нужно, я не знаю. У меня вообще жизненный принцип, опять же, к 60-летию я понял, наконец, что это такое. Это принцип «посы, я дерусь, потому что я дерусь». То есть я делаю, потому что мне что-то, ну, вот, хочется делать, мне интересно это делать, да. Всегда приятно делать то, что тебе интересно. Ну, так, по крайней мере, начиналось. Конечно, со временем, пока существует 9 лет, уже многое неинтересно, техническая работа, которая отнимает деньги иногда по 3-4 часа, она просто выматывает. Посиди в делепорталах, которые забрасывают тебя всякими вопросами, письмами, иногда просто раздражают. Только бы они не услышали сейчас то, что ты говоришь. Нет, пусть слышат, это тоже вопрос, слышат, почему нет. Ну, просто люди считают, что ты им чего-то должен, обязательно должен. И ты сам считаешь. Одно дело, когда ты считаешь, что ты должен людям. А другое дело, когда люди видят, что ты так считаешь, и считают, что ты им еще чего-то должен, должен еще больше. Эту мысль надо записать и внести в твой литературный дневник. Кстати, да. Портал возник, опять же, на базе издательства «Дом аппетит». Это конкурсный литературный портал, поэтический портал, мы называем литературный. Просто там нет других жанров. Там конкурс стихотворных подборок проходит, он называется «Открытие чемпионата Балтии» по русской поэзии. И конкурс отдельных стихотворений, самостоятельных, он называется «Кубок мира» по русской поэзии. Рассказывать об этом я могу очень долго. Женя, я на секундочку тебя перебью. Я смотрела рецензии, публикации по конкурсным стихотворным подборкам вот этого портала. И, например, вот я даже себе выписала, что независимая газета предоставила свои страницы для публикации и написала, что это, по мнению профессионалов-литераторов, вот этот чемпионат Балтии, он называется так смешно. Со стороны можно подумать, вот даже прям нью-васюки какие-то, чемпионат, Кубок мира, что это на сегодня один из самых квалифицированных конкурсов в интернет-пространстве. То есть это действительно вы здесь с этим порталом из Латвии дотянули до такой очень серьезной качественной планки. Это я хвалю вас. Понял, Олечка. Ну, я бы не сказал, что он там квалифицирован. Мне вообще очень трудно понять, что такое квалифицированный конкурс. Я вообще на самом деле такой противник литературных конкурсов. Вот здесь парадокс, я противник, и я сам этим конкурсом занимаюсь. Может быть, потому он и получается интересным, что мы придумали интересные формы, интересные требования к участникам. У нас есть требования, да, которые многие принимают, а потом в процессе конкурса вдруг начали, что разобраться у вас требования. Ну, вот я каждый раз напоминаю, что надо было считать положение о конкурсе. Участие в конкурсе дело необязательное. Абсолютно необязательное. Например, вот у нас требование такое. Сейчас 21 числа стартует Кубок мира по русской поэзии. Он будет длиться до 31 декабря и завершится с боем Кремлевских Туран. В 23.59 по Москве будут оглашены имена участников конкурса, авторов конкурсных стихов. А вот с 21 сентября по 31 декабря стихи будут абсолютно обезвлечены. Это конкурс абсолютно новых стихов, к ним требования. Они не должны были не только быть опубликованы на печатных изданиях, но и даже не размещены в интернете. И вот первые годы было сложно, поэтому говорили, ну как, я вот написал, я сразу размещаю. Я не буду зажать до конкурса. Жень, мы тебя вынуждены сейчас перебить немножко, потому что у нас будет рекламная пауза несколько минут, а потом мы можем еще продолжить. Женя, ты готов продолжить беседу с нами после перерыва на новости и рекламу? Ну, чашечка кофе, и я буду готов еще часа на два. Все, тогда оставайтесь с нами, и мы продолжим беседу с журналистом-литератором-педагогом Евгением Орловым на тему литературы, поэзии и новой книги. Микс Ньюс. Книга называется, Рита, вот прочитай, пожалуйста, сможешь ты название? Нет, я не могу такое прочитать. Давай, давай. Это, представляешь, человек приходит в магазин и говорит, дайте мне, у вас есть Эйяфья тла-йо-кудль. Книга. Да. Это название вулкана, Евгений рассказывал в первой части программы. Ну, да, он сказал, что он объясняет в книге, почему он так назвал ее, таким замысловатым словом. И там такая мысль, что вот он искал какое-нибудь в русском языке подходящее слово, которым можно было бы охарактеризовать всю его бурную, такую какую-то, может быть, в чем-то несуразную жизнь. И не нашел он такого слова подходящего и решил назвать. Решил взорвать. Да, а презентация проходила в помещении Рижского русского театра, там, где проходят квартирники. Вот театралы знают это чудесное помещение. И приняли участие в презентации этой новой книги актеры Рижского русского театра двух лирических героев, вот, как бы, голос автора. Это были Анатолий Фечин и Александр Маликов. Стихи читала Татьяна Лукашенкова, которая оказалась подругой юности автора. И музыкант, и певец, актер Евгений Шур пел песни. Женя, ты на связи? Да, да. Да, да, я на связи. Еще Юра Косянич читал стихи, представитель гильдии поэтов Балтии. И Володя Торофеев, наш коллега, журналист. Володя, замечательно читал стихи. Я как-то его попросил прочитать в моем сих поре. Я как-то увидел в Фейсбуке, как Володя взял телефон однажды, вышел в район, где он живет. И вот так, по ходу, стал наизусть читать Бродского. И так вкусно это все делал, так вкусно читал, артистично читал, что мне просто захотелось его попросить. И он, собственно, вот это прекрасно и в театре показал. Мне понравилось. И несколько раз, Женя, ты упомянул издательский дом «Петит». И вот я хочу сказать, что, собственно, издание этой книги случилось благодаря, в общем-то, творческим связям с коллегами по издательскому дому «Петит». Безусловно. Тут прямо скажем, что у книги... Вот в нынешнее время у книги два автора. Один был идейный, тот, кто ее написал. Это ты. А второй, назовем его «Я». Да. Потому что я не до конца уверен, что это я писал. Это писал я в разные годы жизни, и, соответственно, какие-то... Ну, ипостаси. Разные, да, люди писали. И, конечно, это человек, который в наше довольно прагматичное время берется ее издать за свои средства, зная прекрасно, что поэзия, она обратно денег же к тебе не вернет. Ну, просто не вернет. Потому что вообще в наше время поэты в основном печатаются за свои собственные средства, и потом у кого-то получается как-то вернуть эти средства, надо очень сильно взбалкивать эту сметану до уровня сливок или воду до уровня сливок. Ну, это нереально, наверное. А в основном, да, даришь сам, рассылаешь, отправляешь. «Ой, я хочу твою книгу». Ну, вот. Ну, возьми. Вот. И тут Леша Шейнин. Почему я говорю Леша Шейнин? Я могу сказать по-другому. Алексей Робертович Шейнин. Потому что это, да, заведующий отделом Советской молодежи, где я работал. А потом? Руководитель издательского дома «Петит». Сейчас предприниматель и издатель. Алексей Шейнин. Мой добрый друг как-то мне позвонил, как-то это, ну, где-то два месяца тому назад. Ну, вот. И сказал, Женя, я хочу издать твою книгу. А так совпало. Я сам только-только закончил работу над этой книгой. И сам хотел издать ее количеством 25 экземпляров в литературной серии нашего портала «Стихи ЛВ». Литературная серия называется «Книжная полка поэта». В ней вышло на данный момент 19 книг. Это вот я как-то связываю с теми конкурсами, с тем порталом, который мы ведем. Это призовые книги. Поэты, которые участвуют в конкурсе, некоторые получают возможность вот такого подарочного тиража. Ну, это всего 25 экземпляров. Да, я делаю 25, точнее, делаю 30, 25, отправляю поэту, отправляю поэту макет книги. И он может у себя на родине, пожалуйста, если захочет, он уже за свои там или средства, или спонсоры, ему отпечатают больше. Ну да, а участники они из разных стран, от Израиля, Германии до Украины, Литвы, Грузии. Там, да, там все, там и Германия, и Владивосток. Итак, вернемся к звонку. Тебе позвонили и сказали, что давай издадим-ка твою книгу. Да, и вот Леша говорит, давай издадим книгу. Я говорю, Леша, вот как-то ты почувствовал. Я вот позавчера поставил пучку и уже отправил на верстку. А вот, говорит, и отлично. А как рассказывал сам Алексей, почему? Он, опять же, вот великая сила Фейсбука. Он в Фейсбуке читал вот эти твои дневниковые кусочки и стихи, и он сказал, мне это так созвучно, мне это так нравится, мне кажется, это идет какой-то диктант сверху, как у него это получается, как он подключается ко всему этому. Я хочу иметь эту книжку лично, вот просто я хочу это иметь в печатном варианте, чтобы к ней просто обращаться. Ну, да, я вот сейчас сижу краснею, и слава богу, что я не в студии, потому что, да, она тебя была определена как раз после этого. Вот, хотя тот же лет, когда мы работали в газете, говорил старик и поэт, и мы с этим будем бороться. И тут он отчасти может быть вправ, что журналисты и поэты это несколько разные люди, хотя во время журналистика предполагала работать со словом, создание какой-то образной системы, там, по крайней мере, были и очерки, и репортажи, такие претендующие на литературность в, конечно, другое время. Ну, да, я, ну, конечно, огромное спасибо Реше, он сделал замечательный подарок мне, а вот до какой степени этот подарок замечательный вот нашему читателю, если читатель эти книги, вот это предстоит узнать. Ну, вот я хочу сказать, что сейчас ведутся переговоры с торговой сетью «Полярис», да, возможно, тогда книга появится в книжных магазинах, и вот мы тогда посмотрим, это будет такая обратная связь интересная. Да, но при этом я, конечно, сразу хочу предупредить, что вещь, там, довольно специфическая, я имею в виду всю книгу, да, вот, многим многое не понравится, вот, но это же нормально. – Хорошую рекламу своей книги делает автор в эфире нашего радио. – Спасибо. – Женя, скажи, а как вот удалось, что вот латвийский портал, значит, в общем-то, ну, достаточно такая местечковая история, что он вырос в такой международный проект, и у вас в жюри входят даже заведующие отделами таких легендарных литературных журналов, как «Знамя», «Дружба народов», и печатаются в «Альманахе» глагол, который издается в Париже. То есть вот это такой какой-то международный интерес к стихам. Насколько это актуально сейчас? – Ну, насчет жюри. У нас вообще в жюри 51 человек. У меня такое впечатление, что лет через пять участников будет 49, а отчего на жюри будет 51. Потому что у нас очень действительно серьезные требования к текстам. Ну да, к авторам, к текстам. Мы рассчитываем, что к нам могут приходить, и приходят достаточно серьезные. Ну, приходят все, конечно. Но все-таки хочется, чтобы приходило меньше авторов, чтобы было меньше рутинной технической работы, да, чтобы приходили только очень хорошие авторы. А вот как понять, хорошее, нехорошее? Ну, только в процессе конкурса идет, выясняется, да, и формируется вот такой постоянный состав конкурсных авторов. И сейчас этот состав насчитывает где-то 200, около 200 пенитов, ну, по-русски, мир различных стран, проживающих в разных странах. Но где-то около 200 пенитов, это постоянные участники. Это люди, от которых мы действительно ждем каких-то интересностей, каких-то отключений, каких-то... Женя, а вот ты сказал, что хочется, чтобы приходили хорошие авторы. А вот как ты относишься к современной тенденции с появлением интернета, да? У нас все стали... Не надо издавать сейчас книжку, да? То есть если раньше опубликоваться где-то в печатной прессе, в газете или в журнале, да, это уже было, ну, критерием качества какого-то. Там сидел консультанты, редакторы, они принимали решение, что это достойно печати. Сейчас не надо. Сейчас все художники, все фотографы, все писатели, все поэты. Как ты относишься вот к этой тенденции, к размыванию, может быть, каких-то критериев качества? Ну, отношусь как к данности. Да, отношусь как к данности. Критерии качества. Ну, опять же, ну, очень трудно сказать, что есть качество на этой поэзии. Ну, очень трудно. Ну, а судьи кто, да? Ну, говорим, что я на жюри. Поэтому в жюри у нас и абсолютно разные. Действительно, разные виды, так сказать. Да, разных поэтик. Это и редакторы толстых журналов, и литературные критики. А их взгляды могут расходиться. И, ну, действительно расходятся. И причем, да, это и почитатели Верлибрах, и почитатели классического стиха. И те, кто считают, что вершиной является только Пушкин. И те, кто считают, что Пушкин – это почва, на которой произрастает современная поэзия. А как ты сам... Женя, а как ты сам считаешь лично, Евгений Орлов? Ты знаешь, я никак не считаю. Да, я считаю, что каждый человек должен сам для себя решать. Нужна ему поэзия, не нужна ему поэзия. Нет, ну, мы о критериях качества говорим. О критериях качества? Если интересно, вот поэзия должна быть, должна сразу пробовать. Вот сразу, с первой строки. Ну, или со второй. Да, но с третьей. А если на четвертой, ты понимаешь, что тебе дальше не хочется читать. Ну, ничего нового, да. Да, просто не читаешь. С прозой там сложнее. Согласна, там бывает, что надо войти, вот, долго входить и вот развивается. Хотя там тоже, конечно, очень важно, чтобы сразу было интересно читать, чтобы ты понял. Интересно тебе читать вот стиль этого автора, да. Он соответствует твоему, резонирует твоей душе или нет, да. С поэзией – это все, здесь все квинтисированное. Это первая, вторая, третья, четвертая строка. Да, ну, так посмотрел дальше. И все. Качество, качество. Я не знаю. Я знаю, у него есть... Ну, если есть что сказать, если что-то новое появляется, такое, вот оно и цепляет. А, в принципе, наверное, 90% поэзии современной, она и не цепляет. Ты согласен, нет? Говорит, я согласен, но я при этом и скажу, что дело не всегда в том, что есть что сказать. Потому что когда поэт знает, что он хочет сказать, это тоже... Ну, да, у него есть что сказать. Он начинает там арифмовать эти строки. И в итоге говорит то, что мог сказать одним абзацом, да, но при этом нет. Мне такая поэзия, ну, не очень интересна. Мне интересно, когда человек не только знает, что сказать. Мне интересно, когда он, может быть, я это чувствую, читая его стих, что он не знал, что он хотел сказать. Да? Но он в процессе писания стихотворения вышел на что-то и сказал мне намного больше, чем сам хотел. Такое тоже бывает, да? Музыка, живопись, она должна присутствовать в поэзии. Музыка слова, образность, да? А не просто что сказать. Иногда кажется, что в стихотворении ничего не сказано. Ну, музыка – это первое условие, а новизна какая-то поэтическая должна быть тоже. То есть, ну, в основном повторы какие-то идут, а вот если человек что-то, ему есть что выразить, ну, это можно сформулировать по-разному, да, не сказать, а выразить. И вот правильно ты сказал, что читатель, он становится савтором. Когда он читает, он через себя пропускает. Безусловно, мало того, иногда читатель может быть гениальней автора. Иногда читатель находит в произведении автора то, чего автор сам и не пытался... Сам не представлял, что он вот это написал. Какое-то тоже бывает, правда? Ну, опять же, с долей иронии это говорю, но и такое возможно. Конечно, и читатель, и поэт, и авторы. И вот я слышал ваш предыдущий час, ты вспоминала Терехову, с читателя, вот, конечно, это было здорово, когда актеры не все. Не все, да. Я вообще думаю, ну, проценток, ну, там, 99 процентов, а актеров не умеют читать. Они их просто ритмически как-то там подают. Но есть абсолютно гениальные читатели среди актеров, такие как Юрский, такие как Басилашвили. Казаков. А, безусловно, конечно. Женя, расскажи, пожалуйста, вот этот пример мне очень нравится, когда ты рассказываешь об этом, почему тебе нравится Басилашвили. А, да-да, он перевернул. Да, он перевернул. Казалось бы, хрестоматийное стихотворение Маяковского, «140, сон, закат, пылал», там, и так далее. Мы в школе учили, я его любил. Нет, соврал, я его не любил. А полюбил после того, как услышал, как его читает Басилашвили. А особенно мне нравится конец. Стена темнее и ночи, и тюрьма по солнцу, и тюрьма свет, и тюрьма свет, и тюрьма сияет во что попало, встанет то и хочет ночь прилечь, тупая солнца, тупая во всю святая мощь, и снова день трясвонится. И дальше мы привыкли, да, и мы читали. Светить всегда, светить везде, да. Что сделал Басилашвили? Снова день трясвонится. Светить. Всегда светить. Везде. До дней последних домцев светить. И никаких воздействий. Вот лозунг мой. Кауса. Солнце. Ну вот так. Ну это надо еще было видеть, как он это сделал, как он, и ты начинаешь понимать, да, что, послушайте, ну это реальный соавтор, это просто здорово, да. Да, конечно, если бы, ну у нас сейчас время такое, у нас, к сожалению, говорят, ну там, где идеологизация и так далее. А вот мне жаль, мне кажется, что в обществе должна быть четкая совершенно гуманистическая идеология. Вот просто, просто политическая гуманистическая идеология, которая начинается с того, что... Начинается с... Там, с молодых ногтей надо детям... Детям говорить про гуманизм, про правила поведения в обществе, тогда, может быть, у нас в автобусах опять молодожь начнет. Не мне, я старый человек, но мне не надо, а вот все-таки бабушкам уступать место, и не будет сидеть, искнувшись гаджет, и не будет этот мат-перемат по всему городу, знаете, разноситься так легально совершенно, да, люди уже разговаривают матом, да. Женя, а можно про детей еще, пока у нас есть время, у тебя в книге, ты пишешь, значит, что автор пишет, я вообще не люблю детей, не люблю детей, потому что... Да, потому что... Я вообще не люблю людей, которые не читали раннего Пастернака, но о чем можно разговаривать с людьми, которые не читали раннего Пастернака. А что для тебя Пастернак? Почему вот именно ранний Пастернак? Борис Леонидович. Ну, вот он в меня вошел и остался. И поэтому в меня вошел Пастернак и остался. Вошла Цветаева. Но Пастернак сильно вошел. Цветаева глубоко вошла. Из неживущих, слава тебе, Господи, Александр Семенович Кушнер, но ранний и поздний. А вот средний, такой вот, 90-х и вошел. Ну, каждого свое. Легкость Кушнера, такая пушкинская легкость замечательная. И психологизм маленького человека прекрасно передан. Ну, это замечательная поэзия, конечно. Кушнер периода конца 60-х, начала 70-х. Да. Даже удивительно, что такое идеологизированное время, вот такая замечательная лирика печаталась и приветствовалась. Да, он хорош, конечно. Жень, ты знаешь, мы тебя очень удивим сейчас, но программа подошла к концу. Вот у нас поэты такие особые люди, которые начинают говорить, и время очень быстро исчезают. Сначала сжимается, а потом исчезает. Мы напоминаем нашим радиослушателям, ну, мы не успели вопросы от них получить и поговорить на эту тему, но мы обязательно продолжим. Даже, наверное, в следующую пятницу в личном утре и в утре на Болткоме продолжим про литературу говорить и продолжим особенно, мы сейчас, Оля, решили про детские книги говорить, да, так что в следующую пятницу в 9 часов включайте обязательно радио. А сегодня мы благодарим Евгения Орлова, который был с нами целый час, вот этот в личном утре с поэтом и журналистом Евгением Орловым. Мы говорили о литературе, о его новой книжке «Я попытаюсь». «Я попытаюсь». «Эйяфьятлаёкудаль» называется эта книжка, она скоро появится в продаже. Спасибо, Женя. И, Женя, желаем тебе здоровья и в сжатые сроки справиться с ущербом, который нанёс тебе вчерашний ураган. Ураган, да. И всем здоровья, обязательно слушателям, это самое главное. Всё остальное – ерунда. Здоровье главное. Всего доброго. Всем спасибо.